Ну что ж, друзья, мы начинаем смотреть последнюю финальную игру, уже 100% финальную игру сегодняшнего дня. У нас было 4 БО3 в рамках СНГ квалификации. Dream League 11 сезон. Напомним то, что на других каналах вы также можете лицезреть и СНГ. Квалу там играют Олды против, по-моему, Паваги. И, соответственно, на других каналах также на втором, на третьем вы можете лицезреть. В общем, получается, на третьем канале вы можете лицезреть американские квалификации. Джакир и Тинни у нас от Депанга. Na'Vi, в свою очередь, решили взять себе Эв Спирита. Посмотрим, посмотрим, чем это все продолжит. С вами сегодня Дмитрий Квистолмэй и Дмитрий Морталес. Здоров, Димон, ты еще там живой? Все в порядке? Да, я-то, конечно, живой. Ну, кто тебя знает. Очень много Дмитриев у нас. Да, одни Дмитрии бесконечные. Что ж, у нас второй пик от Na'Vi. И вторым пиком у них появляется ОД. Там, по-моему, кстати, не Повага играет, а Виндстрайк. Если ничего не путаю. Я вот что-то вроде как заходил, только что. Я видел, что там вроде Поважки. Точнее, Повага гейминг. Так, сейчас я заберу. А, Повага против... Да, да, да. Повага против... Виндстрайк уже в лозера отлетели. Как я понимаю, они проиграли свою встречу. Олдбат голд команде. Ну, а также, я так понимаю, на третьем канале должны быть американские квалы. Я, кстати, думаю, что, возможно, даже после этого стрима запущу свой. Может, я, в общем, фолловиться. Буду смотреть параллельные игры на Америке. Потому что, я не знаю, там они все закрываются. Там южная. Там южная еще Америка. Ну, в общем, короче, тут много чего можно еще сидеть базарить. Вот, смотреть и так далее. Хотя сейчас надо будет посмотреть. Может быть, нами полностью все перекрывается. Вот. Тогда в таком случае запущу. Но я попозже, опять же, анонсирую. Там пока все равно у нас драфты. Драфты пока что очень классические. Никаких новых героев. Тинни от Джекира от ThePango. И, соответственно, от Deaths, Chef Spirit от Na'Vi. Ну, и баны ждем. Пятые баны от команд. Но пока, да, команды повторяют свои драфты предыдущих карт. Типа, по-моему, только не было конкретно в этой серии. Так, кстати, одну из линейок Южной Америки, короче, не перекрываем. Может быть, короче, постремлю, если будет сила. Вот. Что ты говорил про сет, что я тебя... Тинни у нас был конкретно в этой серии сегодня. Вообще-то он проигрался, а в этой серии его еще не было. Да, он был в предыдущей серии, которую команда Na'Vi выиграла. И именно Тинни они, кстати, использовали на одной из карт. Но вот сейчас будут играть против него. Кстати, спрашивали в чате по поводу Дэнди и вообще, как он себя чувствует. Я комментировал последние два дня его квалификации на ESL Mumbai. Дошел он до финала, до полуфинала, если бы были точно... Но, в общем и целом, надо было выиграть только это BO3. И в таком случае он вышел бы на закрытые квалификации на ESL Mumbai. То есть только открытые надо было пройти. Хотя бы и он на финальной стадии все-таки не смог пройти. Точнее, его команда. Напомню, что он играет за Тайгерсов в команде, играя 14-37, Муши, сам Дэнди, конечно же, Сеффер и Мунминдер. И они, к сожалению, в финальной встрече переграли 2-0 в Салат, просто отлетев от чуваков, которых я первый раз в своей жизни видел. И, скорее всего, вполне вероятно, в последний. Хотя на закрытых квалах мы с ними, соответственно, увидимся. Напомню, что Дэнди играет в юго-восточно-азиатских квалификациях. Это все тоже вы могли лицезреть на моем канале. И было жестко. Было очень жестко. К сожалению, пока что парни не могут сыграться. Это уже, кстати, вторые открытые квалификации, на которых Тайгерсы ничего не показывают. Кстати, вот на этих, может быть, Астоп на Дремлиге, они, получается, как раз открытые проиграли. Но скоро будут еще открытые на миноры. И вот там мы будем надеяться, что на миноры они все-таки на закрытые квалы попадут. А может быть, с них и на сам минор. Потому что потенциал у команды достаточно большой. Великая начинается с малого. Это правда. Это правда. Ну, то есть, опять же, да, я не скажу, что там Дэнди плохо играет, чтобы вы понимали. То есть, результаты команды это результаты команды. Игра Дэнди это игра Дэнди. Это отдельные вещи. И он исполняет, ну, как может, на мой взгляд, вполне себе достойно. На самом случае, в том уровне, на котором они выступали. Ну, и выступать дальше будут. И я надеюсь, что у Дэнди все получится. Панга, тем временем, берут себе третьим пиком Панга. Все очень просто. Причем, напомню, что старое название Панга это NoPangalier. Сейчас у них есть Пангальер для Гостика. Один из его сигнатурных персонажей. Очень много он на нем катал в момент, когда Пангальер появился в Captain's Mod. В таком случае, Тинни будет занимать позицию саппорта четвертую по счету. Ну, и Джакира пятерка. Как мы понимаем, осталось двух коров каких-то добрать. У Na'Vi пока есть саппорт четвертой позиции в исполнении Чуваша. Ну, и герой в миддл, как я понимаю, на Мэджикала. Ну, и я так помню, что у Пангалера там увеличился радиус. Я сейчас как раз-таки зайду, посмотрю, что там вообще. Получилось, в конце концов. И будем надеяться, что новый Пангальер в руках у Гостика будет еще более интересным. Потому что всегда одно удовольствие смотреть на то, как эта хрень катается. Налево и направо. Странный герой совершенно по визуалке. Но, опять же, очень страшный в очень сильных руках. Вы сами помните, как его жестко вообще все обузили, как только он появился. Ну, и что касается Na'Vi. Сейчас они будут придумывать, что дальше. Что дальше и куда вообще дальше идти. Потому что пока совершенно неясны ключевые персонажи. Не считая того, что Мэджикал будет исполнять на Outworld Делаворе. И третий пик это Гримстроук. Сочно. Теперь бы добавить какого-то Дума, которого Панга забанили. Вот. Или какого-то другого персонажа, который может вливать в ультимейт Гримстроука, в Солдбайнд, какой-нибудь еще один замечательный спелл. Ну и четвертый пик. Мидера откроют или кэри. Что по кэри у нас? Да практически все сильные... Ну не все, но большая часть сильных кэри по-прежнему доступны. Это и Фантом Ассатин. О как, Вайпер. Мне кажется, взяли его сейчас, потому что боялись пятым баном его увидеть. Вернее, последним шестым баном его увидеть от команды Na'Vi. И боялись то, что Na'Vi могут взять себе тролля снова. И теперь уже тролля брать совсем не хочется после появления Вайпера. И вообще героев с пассивками. Да, это и Фантомка, и Тролль, и все кто угодно. В общем и целом, достаточно много перекрывает этот пик от Вайпера героев, которые потенциально могли заехать, и которые не находятся в бане, и на которых Na'Vi играют. Хотя у Кристаллайза сумасшедший совершенно хиропул. И мы все это прекрасно знаем, что Санайка дает ему играть на очень большом количестве персонажей. В отличие как раз таки от Близзи. И Близзи дают в этот раз Дарксира. Интересно, потому что, по-моему, мы Дарксира от него... В общем случае, я за четыре карты, которые мы видели от Na'Vi, не видел ни одного. Ему это постоянно давали дума. Дарксир, как правило, появлялся у команд соперниц. Здесь же Дарксир... Ну, я уже думал, без Дарксира карта обойдется, но нет. Есть Earth Spirit. Панга этот Дарксир уже не очень подходит. А вот Na'Vi почему бы и нет. Абсолютно дефолтный пик под связку. Есть какой-то OED. Мне нравится его появление здесь. Пангалер у нас базовый урон увеличен на 4. Соответственно, в начале игры ему немножко приятнее стоять. И талант на 10 уровне изменен. Теперь дает 300 к ширине. Поражение с Вэшпакл. Вместо приз-20 к скорости передвижения. Ну, смотрится неплохо. Посмотрим, как это будет резовано. И будет ли вообще этот талант у нас брать Гостик. Кладу эту обязанность на тебя, чтобы ты проследил. Вот. Что он будет брать на 10 левле на Пангальере. И последние баны от Панга и Нави. Панга хотят убрать какого-то сейфлейнера, которого Нави могут взять. И Нави, соответственно, будут убирать тоже сейфлейнера. Здесь пока нету коров. Хотя, опять же, да. Панга есть в этих стиле игры, которые мы видели на протяжении двух подряд. Карта. Они могут взять вообще любого героя в любую позицию. Те же самые Nature Profits на миддл мы уже от сейлера видели. При этом всем, кстати, Нави продолжает банить лон-друида. Боятся они лон-друида от сейлера. Очень сильный он игрок на там персонажа. Очень хорошо микрит. Это то, почему... Как раз таки мы видели, как он микрил Nature Profit. Как он микрил пеньками. Сейчас мы могли бы увидеть, как он микрит лон-друидом. Но Нави не дают. У Нави постоянный пермабан на это Техис. И постоянный бан лон-друида на второй стадии банов. И антимаг. Не думаю, что Панга попробовали бы сыграть с антимагом. Они банально играют быстрее. И антимаг явно не вписываются в их стратегии, в их концепцию. В их видение доты. Может быть, убрали... Ну, я не знаю, Медузу тоже некуда брать. Разве что УД ставить в легкую линию. А Медузу в центр. Это Войт. Отлично. Отлично. Это тот герой, который Кристалл Айз очень любит. Который его, кстати, ему пикали с самого начала, как он пришел в Нави. Он у него очень-очень давно используется. И сигнатурен на все 100%. Интересно, правда, то, что под него еще неплохо работает ОД. Но вот Гримстрок здесь, например, смотрится как персонаж, который просто, да, хорошо кидает многие вещи. Но не сказать то, что под его ультимейт, например, есть какая-то серьезная комба. Ее просто тут, на самом деле, вообще нету. Вот, но зато под тот же самый ешный стан есть тяжка, очень сочная, соответственно. То есть, если Дарксир дает вакуум, Гримстрок дает на кого-то того же самого Дарксира, да, дает Инксвелл. И это все станется, там можно очень сочно раздамажить и, соответственно, обездвижить противника. Панга сейчас думает насчет последнего пика, что это будет пока не очень ясно. Хотя, опять же, какой-то герой на позиционку, я уверен. То есть, герой, который сможет избегать хроносферы и кучности. А, это Найкс. Снова, Панга играет три раза подряд одним и тем же героем на Наиве, да. И, ну, видим, Наив просто хочет им играть, ему грамотно, ему приятно. И, опять же, мы все прекрасно понимаем, что тот же самый ОД ему сложно против лайфстиллеров. Он тупо не может стакать на нем вообще ничего. Ну и, по факту, по линиям снова у Панга как-то смотрится посильнее, согласись. А у Наиве снова смотрится полаэтавее. Ну, так и есть. И в этот раз перспективы Панга, наверное, чуть более радужные, чем на прошлой карте. Если на прошлой карте, ну, им просто нужно было закончить быстро и у них не получилось, то здесь шансов побольше. Во-первых, потому что Войт — это герой, который, в принципе, урон практически не наносит без слотов. То есть хроносфера хроносферой, но в нее нужен какой-то дэмэдж. Кто у нас наносит дэмэдж? У нас в первую очередь дэмэдж наносит ОД, но ОД попробуют закрывать в первую очередь. Плюс ОД не факт, что выиграет линию у Вайпера на первой карте. Он вырвался вперед только когда сместился немного в лес и пофармил там. Ну и, в принципе, все. Каких-то дэмэдж дилеров в хроносферу больше как таковых нет. Да, там Air Spirit наносит урон, Grimstroke наносит урон, но этого урона в любом случае не так уж и много. В зависимости от того, какие слоты будут покупать себе саппорты, либо Вайпер вообще, Пангольер. Может быть, этот урон и получится каким-то образом закрыть. В общем-то, перспективы Панга здесь хорошие. Ну да, но, опять же, очень-очень эмультипичные пики. То есть Наив играет третью катку подряд на Лайвстилдере, Слэйр играет, ну, Сема Злэйр играет третью катку на Джеки Рося. При этом, в Сема Нави продолжает уже второй пик подряд убирать Эв Спирита от Зайца, да, потому что Зайц очень хорошо исполнил на первой карте на этом герое. И Чувашу на регулярной основе теперь выдают Эв Спирита, чтобы он, соответственно, играл на нем вместо противника. Ну и дальше посмотрим, как это все будет идти. Я, опять же, уверен, что у нас будет очень похожая игра, в которой одни будут душить, другие будут пытаться не быть задушенными до конца и выправиться в лейте, если получится. Ну и, как обычно, одна здоровая красная кнопка, точнее, две здоровых красных кнопки в составе у Нави в виде, соответственно, больших-больших кулдауна, точнее, больших ультиметов с большими кулдаунами. Это Хроносфера от Кристаллайза, это Эклипс от Мэджикала. И в том случае, если они грамотно ими воспользуются, все будет хорошо в тимфайтах. Если нет, то, соответственно, минус ТВРа, минус игра и так далее. То есть нужно будет очень грамотно ставить купола, чего мы и ждем от Кристаллайза, потому что он все-таки мастер играть на Безликом. Но, с другой стороны, у пангольерцев есть все шансы на то, чтобы переиграть Безликова, потому что позиционка у этих героев у всех очень хорошая. Найкс имеет сумасшедший мувспид, соответственно, Вайпер тоже издалека настреливает, у него все в порядке. Пангольер, персонаж, который имеет в позиционке очень много преимуществ, потому что у него есть собственные передвижения, плюс еще на этом герои собираются достаточно часто блинки, и, соответственно, чувствовать он будет себя замечательно. Причем, кстати, внутри хроносферы он же будет все равно катиться, он просто не будет двигаться, но стан давать он будет. Итак, у нас борьба за руны будет, возможно, на нижней линии. Ну, сразу выкатывается отсюда Earth Spirit. Ну, все похоже на то, что команда поделит. Или нет? Нет, хотят подраться пангу. У них, наверное, побоиспособнее немного героя у них есть. У них есть заяц с поленом. Заяц с поленом, это важно. Ну, это серьезно. Это заявка на победу. Вообще, серьезный дэмэдж, конечно же. Ну и вот ботом линия, кстати, у ThePang'а в этот раз просто боевейшая. Это постоянно карасящий Тинни, постоянно карасящий Джекирос со своими дисками веселем и дуалбрефами. Ну и, конечно же, Найкс, который не отпускает при замедлении. Соответственно, Гречка и ГГВП на втором левле уже можно с легкостью убивать любого героя, который придет на этот лайн. Тем временем, что здесь делает Санейка? Санейка пытается подрезать Куру, а Куру нету. Кура не идет никуда. Я тут вот такого, кстати, сегодня не было еще. Никто не пытался Курьеров подрезать на старте. В азиатском регионе Манки Хинг превратился в Курьера, пошел в чужой. И, соответственно, хайграунд тупо стоял там, ждал, пропустил первую линию. Просто на АФК совершенно спокойно. Причем это был керри Манки Хинг, да, то есть это был не саппорт. Но ничего страшного. Опять же, здесь у нас Гостик вместе с Тинни. Причем Тинни перетянулся, решил не стоять в трипле, потому что решил, что это не особо важно и валидно. Решил помочь своему тиммейту отстоять харду, чтобы, возможно, задавить файда. Ну, дабла хорошая у Панга сверху. Войд это не тот герой, который, в принципе, мешает кому-то. Мешать ему напротив можно. Он урон наносит небольшой, баша у него на первом уровне нет, поэтому, ну, стоит да и бей его у него. 60 единиц урона, которые вообще практически не чувствуются. От ним Танга все это дело регенится. Ну, а вот Лайфстилера оставлять один на один против Дарксира, возможно, не самая лучшая идея. Ну, мне кажется, не весело. Посмотри, что происходит на Т3. Посмотри, где. Да-да, я смотрю. Я смотрю на Наива, на самом деле, в данный момент на Тир-2, и он умрет, если только... Оп! Да. О-о-о! Крипецкий, Крипецкий решил не бежать дальше за Наивом, и Близи все-таки был предан своими собственными крипами. Тем временем, веселье для Слэйра и Чуваша здесь продолжается тоже на Тир-3, замедло пошло на Слэйра, ну, такое. Подстанчик точнее. Ну, у него, кстати, маны нет на телепорт, вот сейчас она появляется, использовал. Тепи-яу! Кайф! Просто кайф! Ну, вот это, друзья, современная Дота. Один за Тир-2, Найкс гоняет второй за Тир-3, гоняет Чуваша. Я вообще не знаю, что здесь происходит. Это Дотк. Спасибо, спасибо командам за то, что они придумывают каждый раз новые фишки. Больше всего мне пока что нравится фишка с тем, как люди блокируют сами оффлейнеры, блокируют чужую линию, чтобы она специально подпушилась под тавр, и таким образом они ее ломают. Это, конечно, уже Next Level Play просто. Но теперь это уже повсеместно происходит. Ну, в общем и целом, у нас по линиям получается 50 на 50 везде, да? Я так понимаю, что Панга только со следующими ловлами будут чуждать себя намного сильнее противника. Тем временем, кстати, Кристаллайз просел, Санейка пытается уйти, прожимает Инксвелл, стан на Гостика прилетел, но демоджа ноль и ТП-аут получится сделать. Санейка выживает, при этом ТП-аутится не в базу, а на Тир-1 для того, чтобы заезжать там салву и восстановить себе полностью здоровье. Ну, из-за вот этой беготни не получил второй уровень Джакира, не мог взять Айспас какой-нибудь для того, чтобы Телепорт сбить. Это и позволило сейчас уйти саппорту команды Нави. Ну и снова у нас Лайфстиллер, только теперь он стоит не против одного Дарксира, а сразу против двух героев. Чуваш там, вот они, два щитка, на каждом из героев висят. Рейджер закончился и идут прямо за Т-1. Телепорт сделать Джакира не в состоянии, зато в состоянии Тинни. Он его и делает, хороший стан по двоим. Нет маны, нет Тоса как такового, чтобы кого-то выкинуть. Поэтому он просто своим Телепортом остудил пыл команды Нави, чтобы они не мешали здесь наиву сильно фармить. Да, так и есть. Кстати, я вот все пытаюсь найти героя, который может хоть что-то влить даже среди простых заклинаний. Двойное на салтбайнд. Единственное, что мне приходит в голову, это импризмент Мэджикала. Но давать два импризмента это не особо эффективно, как вы понимаете, в большинстве случаев. Так что да, у них вообще, у Нави нету, точнее нет никакой связки для салтбайнда. Все еще ее невозможно найти. Ну а у галеров тут все работает как обычно, да, по дефолту. Все короткие, берем себе супер короткие кулдауны. Навязываем постоянно драки. Естественно, ищем кулдауны противника. Тем временем подстанчик по слееру. Пау, пошел X-Wall. Sun H вместе с Кристаллайзом заберут жизнь всем за слеера. Это фестбла для Кристаллайза. Что, конечно же, крайне приятно для такого героя, как Войт. И при этом всем он совсем скоро соберет себе ПТХу. А ПТХ будет носить под башами достаточно много демеджа. Хотя, опять же, да, многие считают то, что ПТХ это больше для рейнджевиков. Но на Войде скорость атаки это один из центровых вообще моментов. Тем временем у нас на видео умер в Вайпер еще. Так что нами получает два опенкила. Ну вот, а тут же неприятно. Но Смерть Вайпера, там ДД есть у Аурора. И мы видим, что Мэджикл переигрывает очень серьезно в этот раз своего соперника. У него 20 на 16, с другой стороны только 11 на 4. Разница уже огромная. По уровням там отставания больше, чем в левел. Уже скоро шестой, здесь нет еще пятого. Это жестко. Это жестко. Особенно хорошо для Мэджикла то, что при помощи своих левлов он не то, что должен кого-то убивать. Нет, он просто должен ходить по лесу и фармить дополнительные деньги. Возвращаясь потом на линию, фармите линию и так далее. То есть он просто скейлится на скорость фарма. Из-за того, что апает себе импризмент, апает себе, соответственно, третий спелл. Ну и это, конечно, сделано было еще не только потому, что он отдельно хорош, как скилловый игрок. Но еще и чуваш подъехал, помог, убил тем временем наив на боте. У него серьезные проблемы на этой работе. При этом все МТП-хи нету. Придется просто прожимать Open Ones и грызть Близзи. Но Близзи 7 армора и жрать его вообще не кайф. Есть телепорт у Джакира, он может прилететь. Но Джакира там сам в экшене, поэтому не обращает пока внимание на своего кэри. У нас с двух сторон одновременно происходит драка. Сверху могут забрать Санейка, которая откидывается и пытается разменяться с гостиком. Не получилось это сделать. И все-таки выжил. Ну и 2-2. Да, 2 кила на топе. Очень полезно для Гостика и для возвращения вообще этой игры. Потому что все-таки вот слишком начал уже таранить нитворцы вперед. С другой стороны, кстати, у Наива все намного лучше по Лосхитам. 36 против 22 на разных линиях, да, у Вайда и у Наекса, если сравнивать с по сейфлейнером. Ну и открывай нитворцы, мы видим 2600 у Наекса, 2500 у Гостика. И у Вайда есть определенные проблемы. У Кристаллайза всего лишь 2000. Это в принципе не смертельно. Но там 1167, это не смертельно. И это все еще можно изменить. Особенно с появлением 6-го левла с фрагами под хроносферу. Против которой в early game у большинства израков NoPung'a нет в общем и целом ничего. Ну, эта разница зато в миде идет на пользу команде NoPung'a, потому что там также примерно такой же отрыв между O'Day и Viper'ом. И где у нас Viper вообще? Viper' у нас в лесу уже. Я не думаю, что какой-то другой здесь билд он себе выберет. Скорее всего, это также будет Вейл плюс Кайя Яша. Потому что магический прокаст в принципе есть у команды. Есть Джакира. Есть Тинин на худой конец. Так что жду тот же самый билд от Сейлера. Опа, Гостик тут пробивает его при помощи Строка. Строк, кстати, в двоечку от Санейка. Мы помним, что дефолтные раньше билды были 0-2-2. Точнее, 0-4-4 и так далее. Но сейчас в связи с изменением, соответственно, Силенс и того дамеджа, который он наносит в early game, он не всегда берется на грим-строках. Хотя все еще совершенно сильный герой, если не сказать наполовину поломанный. И в Лизе тем временем с Айншеллом тусит здесь, забирает крипцов. Да, забирает крипцов сочненько. У него все замечательно. На боте тем временем появляется Хаста. И вот эта Хаста сейчас может дать возможность одной или другой команде сделать фраг. Во всем случае на Чуваше можно это попробовать сделать. Он, конечно, укатится, Зайц это понимает, поэтому просто уходит за Дарксиром, у которого могут быть серьезные проблемы. Здесь и ты паут не засчитаешь, потому что гречка имеется в руках у Зайца. Начинается, соответственно, побитие поленом. Напоминает очень сильно баньку. Парилку. Потому что постепенно ветвями начинает бить фиолетового деда. Не знаю, был ли у вас какой-либо опыт побить фиолетового деда в баньках, но Близи все-таки уйдет из этого. Ситуация практически неповрежденным. Ну и Лайфстиллер теперь немного свободы получает. У него и так дела идут хорошо. Он снова будет играть через Радианс. Не изменяет абсолютно себе. И танцует, как обычно. У Наива все настолько шикарно в этом фрифарме. То есть он, опять же, вытачит этот Радианс очень быстро. И проблем здесь никто не может собладать, да, с ним. То есть у Na'Vi, кроме как поставить хроносферу и попробовать его, соответственно, выпилить очень быстро, нету, соответственно, никаких опций. А у Na'Vi из-за того, что нет на мидере, например, какого-то героя формата... Точнее, на миде какого-то героя формата Лины, которая быстро взаскилила его магический дамаж. Так, Санэйч. Тут Гостик поражал, соответственно, ульту. Санэйка, как же доджит, как про просто. Только последний раз получилось Гостику ударить по своему оппоненту. Но, в конце концов, он в любом случае умирает. Чуваш вместе с Кристаллазом приходит. Есть хроносфера, можно заюзать. Пошел там Делэйшн. И Гостик отсюда, скорее всего, не сможет выйти и хроносферу даже тратить не придется. И это реальный здоровый луз для Гостика, с другой стороны. Ну, все-таки потратили. Пришлось. Обломно. Обломно для Кристаллаза мог бы получить вообще чисто фрикел на размене. Ну, а значит, на Лайфстилера в ближайшее время снова никто не выйдет. Еще пару минут он может спокойно фрифармить. Так, как дела у Вайпера? Вайпер уже практически тысячу проигрывает ОД. У ОД все прекрасно по фарму. Он и в мид смещается. У него и мидас есть, и в лесу постоянно фармит. В общем-то, Мэджикл здесь разгонится невероятно скоро. У нас размен 2 на 2, кстати. Хроносферу будет урон. Да, да, так и есть. Размен у нас с рунами 2 на 2. При этом все Мэджикл еще здесь под стакали. Приятненько, приятненько. Трипл стак, по факту, здесь был. И Мэджикл все эти денежки залутает. С мидасиком, как ты заметил. И его скорость развития персонажа будет достаточно быстрая. Потому что мы все прекрасно знаем, что у Вайпера с этим проблемы. И именно поэтому Сейлер тоже собирает мидас на Вайпере. Вот это кайф. У нас 2 мидера, которые 2 собирают мидас. Спасибо, IceFrog, что ты замедлил игру настолько, что теперь все собирают мидасы на мидерах. Ну, во всем случае, не на всех. Но уже все больше и больше этих мидасиков появляется. Причем сам мидас не апали. Да, сам мидас апали последние патчи, но не в 7.21. Тем временем, Гостик. Влет тут у нас от Чуваша на Сему. Сема ничем себя засейвить не сможет. Просто пооткидывает с пылы перед тем, как возможно умереть. И ТПА вот так. Все-таки зря, наверное, начал зачитывать Сему за Слэр. Вполне вероятно, подозревал, что он не сможет отсюда уйти. И в конце концов, у него не только смерть, но еще и отсутствие телепорта. Вначале, после того, как он выйдет из таверны, ему придется пешком идти до одной из линий. Ну, ничего страшного. Доползет. На миде Санейк у него пятый уровень, а вот у Зайца уже шестой. Вообще, что по ловламу саппортов? Джекира пятого. Эр Спирит шестого. Ну, в принципе, баланс есть. Вообще, если по экспе так посмотреть. Абсолютно несерьезно. Но отовались панга. Буквально тысячу единиц опыта. Это вайпер с мидасом. Дальше ПТ. Ну, вот все-таки надеюсь, что будет тот же самый билд. Он может здесь сработать. Должен сработать, по идее. Смог от Гостика Слэра и Зайца. При этом всем у Гостика еще откаткул на ульте. И это, конечно, очень важный момент. Потому что у Ролина Тандера 70 кулдаун. И вот он. Подцепили Вайда. Подцепили его на тэпауте. Кристаллайз, в конце концов, просто уйдет с тайм в око. Совершенно бессмысленный и бесполезный смог. К сожалению, появился. Это еще получился для Ноу Панга. Но они об этом, конечно же, не знали, когда смаховались. Санейка забрал Реджин Руну. При том, что у Дарксира намного меньше мана, чем у него. Ну, да ничего страшного. Просто не обратил внимания. Видимо, давал какие-то в этот момент команды своей тиме. Мы говорим, строк уже шестым левлом. У Нави, в принципе, все замечательно. По сравнению с тем, что происходило на 12-й минуте в предыдущей двух играх, где Панга чувствовал себя намного-намного лучше, чем их противник. Просто постоянно душили и давили и забирали товара. Вы можете сами заметить, что по товарам все еще 0-0. И это очень серьезное достижение Нави в этой игре. Ну, никто не хочет рисковать, никто не хочет форсировать события. Если бы у Вайпера был старт получше, может быть, и пошли бы. С другой стороны, раньше был Дарксир, который мог быстренько зайти за вышку, убить криповачку, потом вторую, а вышечка бы сама пушилась. Пангольер себе такого позволить не может. Потому что он стоит непосредственно на линии, он не собирает какие-то артефакты наподобие мейки, чтобы команду усилить и пойти сразу же пушить. Ну и поэтому просто набирают критическую массу все основные герои. Вообще, если так посмотреть, перевес буквально тысяча, при этом сразу три героя. Зе Панга находится в топ-4. Причем в топ-4 довольно уверенно. Вот мы видим Вайпер за счет этого Мидаса уже опережает Войда прилично. Лайфстиллер впереди Деваурера. Ну и даже Дарксир проигрывает Пангольеру. Плюс Апорт самый богатый в составе Панга. Вот написано вроде тысяча, а кажется, визуально, если так посмотреть, то там как минимум две с половиной три. Но нет. Итак, Вайпер без Дискорда решил сыграть. Решил просто Каю купить с Яшей. Ну, допустим. Ну, типа, он уже понял, что он на себя будет играть в этой игре после того, как он купил себе Мидас, а Пангольер будет собирать артефакты для Тимы. То есть Гвоздик потом, скорее всего, Пайпу еще апнет после того, как соберет Мейлшторм или еще пару артефактов. Игра супер замедлилась. 4-4, 15-ая минута, вообще ничего не происходит. По огромным счетам, вот она, реализация Хроносферы. И сейчас мы ее увидим. Хрона полетела на Найкса. И Найкс успел прожать, конечно же, рейдж перед тем, как умереть. Но нет, он и умирает. Он просто уходит в инфекцию. А команда полетит? Да и... Да неважно, а что вот? Ну, крипы бегут. Сейчас вот они остановятся. Так, а команда решила... Так, контроль пошел. Майн-контроль. И Найф снова в рейдже улетает. Изи лайф просто. Изи катка. Это Найкс, друзья. Ужасно неубиваемое создание. Бесил меня еще в предыдущих патчах, когда он в Умете. Пред-пред-пред-предыдущих патчах, я бы сказал так. Долго он не присутствовал в игре. Но сейчас посмотрим, что будет за ответ от Зайца и компании. Потому что напомню, что у них есть еще Пангалерыч. И Пангалерыч, правда, на топе. Поэтому пошел Саунбайнд. На Наива. Целлер рядом. Вайпер Страйк. Вайда. Войд. Выживает ли? Да, он уходит с таймвока. Тем временем не выживает. Близи. 40 хп у него остается. Реген сумасшедший. 16 секунды. Нужно бежать. Суржа на себя. Убежал. Отлично. Игра, друзья. Просто без контактного боя. Я такое смотрю уже сколько? Третий день в профессиональной доте. Нового патча. И все драки такие. Никто не умирает. Особенно в early и mid-game. Просто люди отказываются это делать. Слишком жирные персонажи. Слишком жирные сборки. И поэтому просто пацаны заходят в файт и не умирают. Итак, тир-1 вышку сейчас панга попробует спушить на центральной линии. Вообще никак вверху. Туда отправляется уже Magical. Ну а здесь Viper. Здесь Пангольер. И вышка-то очень битая. И катапульта... А, все, катапульта нет. Окей. Хочется увидеть наконец-то действительно драку полноценную. Потому что все, что мы видим, это вот ганги на одну цель. И в принципе все. Ну, команды не готовы драться. В особенности Na'Vi, у которых сейчас половины ультимейтов нет. Ну и в особенности Na'Vi, потому что у них Magical зафармился Мидас. И вот сейчас только-только выходит в БКБ. Опять же, да, мы привыкли, потому что изначально ОД фармит себе артефакты на позиционку. То есть они собирают Форстаф, потом Драгонленд, соответственно Пика, потом Блинк Даггер. И только потом БКБ. И это уже там типа третий артефакт. Достаточно поздновато, но в связи с тем, что, соответственно, драться, возможно, придется прямо сейчас. Magical решил, что ничего страшного. Самое главное, это если я буду дамажить, то все будет в порядке. Для того, чтобы дамажить нужно собрать БКБ, чтобы тебя не могли жестко контролить. И чтобы в тебя не вкатывался, соответственно, Пангалер со своим Роллинг Боудером. И не разносил себе... Тандером, точнее, и не разносил тебе лицо. Тем временем Сема улетает с топа. Его здесь не схватят, его здесь не найдут. Все будет в порядке. Тем временем на миде у нас цель все-таки отапсы с Тавором. И, по-моему, да, это первый Тавор, друзья, за всю игру. 18 минут фарма. 0 Таворов было убито. Только сейчас первый был снесен. И 8 киллов. Во что мы превратили Доту? Она была такой веселой. А мне, на самом деле, ну вот, в предпоследнем патче Дота нравилось поменьше. Потому что, да, там очень быстро заканчивали сик, за счет этого было больше динамики. Но там, знаешь, если команда преимущества зарабатывала какое-то, там, 5-6 тысяч, то она, как правило, такие карты до победы и доводила. Не всегда, конечно, но зачастую. И иногда нет какой-то напряженной Доты, когда 50 минут. Да, заход у нас на Санейка. Санейка успевает раздать соулбайнд. И, возможно, даже уйдет из-под этой инициации. У Мэджикала уже есть БКБ. Он его прожимает. Наверное, это минус. Сёма The Slayer наив пытается уйти. Хроносфера. Хорошая хроносфера по двум. Но вайпера невозможно зафокусить. Он просто тупо отказывается умирать. И клип взлетает, я не знаю, честно говоря, куда. В Цейлера? Походу, да. И Цейлер все-таки должен здесь умирать. Но то же самое касается и Мэджикала. Это размен на двух миддеров и Харлейнера с саппортом. Но 2 на 2, в принципе. И все снова разбежались. Посмотрите, что происходит. Нет, не разбежались. Заяц все-таки находит здесь Чуваша. Чуваш, соответственно, отправляется в таверну. Сам Заяц тпшится в нее. И Гостик встречает Вайда, который фармит миддл. Но Гостик, конечно же, вообще не Гостик. А Ристалай все-таки должен здесь уходить. По контролю у Гостика как такового нету без ультимейта. Опа! Прилетает еще! Без арм! Пошел смеш-бакл. Все, что только есть у Гостика, он отдает в Кристалайз. Зато ему приходится нажать Шрайн и уйти. Ну, файт не то, чтобы крутой для панголерцев. А именно они его инициировали. И именно они должны сейчас по логике вещей быть сильнее, чем их оппонент. Если взять именно пик. Ну, на самом деле, так и получилось. Начнем с того, что они больше людей убили. Это уже большой плюс. Они, опять же, сумели драку не проиграть в то время, как Na'Vi потратили абсолютно все. А вот если сейчас файт состоится, то панга на порядок будет сильнее. Вот они пользуются слабостью Na'Vi в отсутствии их ультимейтов. И реализуют это дело в снос Т1 сверху. Это как минимум. Снизу вышка наполовину битая. Там тоже можно перетянуться и довольно скоро ее сломать. Радиенс уже у Лайфстилера есть. Ну и Вайпер, как же долго он живет. При том, что у него нет ни одного защитного артефакта. Ну, на самом деле, еще и у Кристаллайза нет особо дэмэджа. Да, у него есть, конечно, четвертая пассива. Есть Мом. Но артов мало. Артов мало, потому что Нетворс очень-очень низкий. Если вы посмотрите по топам Нетворса, тут у Панга три позиции из четырех. И только дальше идет Кристаллайз, только дальше идет Близзи. И тут, конечно, очень-очень важно сейчас Кристаллайзу найти себе фарм, резовывать Мом для фарма. И мы видим, что он выбирается в Диффузалы. Диффузал, соответственно, поможет ему больше таможенной трехроносферы, давать больше контроль на своих оппонентов, кайтить и так далее. Так, Вайпер. Передумал покупать Каю Яшу или нет? Да, передумал. Он покупает себе Блэкинг Бар, ничего к нему не летит. Ну, БКБ тоже хорошо. Раз уж без БКБ его не убивали, то есть БКБ будет убить еще сложнее. Хроносферы пока Кристаллайз ставит неплохие. Но вот последняя была, в принципе, хорошая на двух вражеских героев, на важных героев. Но урона опять в них не было. Там параллельно остальные товарищи Вайпера развлекают команду где-то вражескую, где-то в другой части файта. И, соответственно, никто добраться до хроносферы толком не может. И дэмэдж в нее также не выписывает. Ну и пока полезность Гримстроука очень сомнительна. Помню, до этого была драка в этой части в Нижнее Лесо, где... Ну, стой, ну контроль-то дает какой-то... Ну, контроль дает. Ультимейт на 100% не реализовывается. Да, но это не из-за него. Это из-за того, что у Нави Пик такой, да? То есть, я имею в виду, в этом можно обвинять только самого Санэйка в том, что он пикнул себе героя, под которого просто-напросто нечего дать. Еще дополнительно, да, усилив его ультимейт. Так-то, в принципе, сам Соулбайн сам по себе неплох. И третий спелл у Гримстроука шикарен под Дарксира, который дает стяжку. Так, пошел дамаг на Дарксира. Тот прожимает сразу же Меха. Хроносфера ставится по-троим, в том числе на своего тиммейта. Но проблема в том, что у Вайда нету БКБ, поэтому он просто останавливается. Из-за айспата и сверху на него влетает очень-очень много дэмэджа. Майджикл под БКБ. Настакивает себе орбы. Но если дэмэдж хоть какой-то, если вообще хоть какое-то продолжение файта, Na'Vi просто пытается выйти, но одна-единственная гречка влетает по двум героям, в том числе по Санэйке, который пытался выбраться при помощи телепорта. И то же самое пытался, в принципе, сделать еще и у Дэ. Итого, это минус три для Ноупанга. Они получают тысячу голды с этого файта. И, конечно же, еще и тавер в придачу, который они здесь занесут. Возможно, даже и второй тавер сверху. Скорее всего, так и будет. Да, они пойдут за вторым тавером. Ну и мы снова увидели то же самое, абсолютно. Хроносфера стояла, стояла хорошая. Более чем урон в нее нет. Ну, вот под более чем это сомнительно. Потому что если ты ставишь ее так, чтобы в тебя вкатывается айспад потом, и ты, будучи кристалайзом, не можешь ничего нажать, тоже кажется... Ну, давай так, ты по трем героям ее ставишь по-вражеским. Нет, в смысле, там три героя, один из них твой, если что. Там инициация была очень слабая для Na'Vi. Ну, вот Дэбл снова далеко. Дэбл в Блокингбаре, но Дэ не успевал. Что-то сделать там. То есть, соответственно, остальные герои, в принципе, ничего не могут в хроносферу выдать. Ну, к сожалению, так. И Na'Vi сейчас далеко позади. Преимущества соперника продолжают увеличиваться. И вот сейчас Панга пойдут на Рошана. Только хотел об этом сказать. Рошана бы не помешала им забрать. Na'Vi не могут за этого Рошана попадаться без хроносферы. Значит, Рошан беспрепятственно достанется Рейдиант. Ну, а дальше Саегисом остается забирать Т2-вышки. А Т2-вышки это еще деньги. То есть, прежде чем зайти на хайграунд, Панга вполне могут, если все правильно сделают, увеличить свое преимущество до 10 примерно тысяч. Тиник Соло пошел, убил Санейка. У меня, на самом деле, главная претензия, наверное, к Na'Vi на протяжении всех этих трех игр, что я вижу против Ноу Панга, это то, что они постоянно пытаются играть вторым номером. Все инициативы практически происходят от Ноу Панга. И как только Na'Vi понимает, что все, ну, типа, тянуть дальше некуда, надо прожать смок, сделать хотя бы какие-то там пару киллов, да, гонгануть, навязать какие-то активные действия, у них это получается не так плохо. Но почти все, вот в этой игре, например, все абсолютные инициативы происходили именно из-под Ноу Панга, не считая одного вот этого вот ботонного залета с короносферой на Наикса, который закончился ничем. И понятно, да, что Na'Vi пытается в удержательную доту играть, но если вас инициируют, и вы в плохой ситуации, то, возможно, не стоит просто драться, возможно, стоит отдать просто вот этого, условно говоря, Драксира, которого на боте прикончили за секунду, и не парятся по этому поводу. Но нет, начинается контр-инициация, и эти контр-инициации у Na'Vi далеки от идеала, потому что Ноу Панга в идеальном строю, в идеальном, ну, там, идеальном для себя позиционке, а наступая от себя Na'Vi, соответственно, пытается из-под той, которая уже у них есть, контр-инициировать. Наив. Опен вас будет, на Кристалла из-за ней не будет, тем временем у вас там... В кого-то влили Viper Strike, но Драксир делает ТП-аут, хотя Заяц был очень близок к тому, чтобы остановить его ТП. Выиграл время немного. Близи. С этим своим забегом. Лайфстиллер в любом случае, как-то, два вышки уже подбирается. Вплотно у него еще и дабл-дэмэдж есть в ботле. И с ДД Драку будет выиграть еще проще, а Егис дабл-дэмэдж... Просто идти и навязывать файты. Если не навязывать файты, то, значит, ломать вышки. Дорюсь, это лишние деньги и до десяточки преимущества довести свое. Может, так, там сверху на шрайне будет Зайца. Ну, наконец-то, они сами инициировали. Посмотрим, что из этого получится. Эклипс от Мэджикала сносит лицо Тиннику. Чуваш, соответственно, отправляется в таверну при этом всем Viper в импризменте. И попробует он все-таки дотянуться хоть до кого-нибудь, дать Viper Strike. Не получится. Вот они, вот они, маленькие такие попытки вернуть себе... Инициативу в этой игре, а не выступать вторым номером, постоянно гостем временем. Уйдет все-таки, Зайулил, он Кристаллайзер. Хроносфера! Хроносфера на одного пангольера. Можно ли пробить его? Да, если прокнет. Один раз прокнуло, второй раз прокнуло. Идеально для Кристаллайзер. Это минус два для Na'Vi в этом маленьком отрезке игры. И только что 7000 перефарма превратилась в 5000 перефарма для Ноупанга. Если так дальше пойдет, то все будет замечательно. Проблема в другом, что как только сейчас выйдет гостик из таверны, они пойдут и начнут драку, потому что у Кристаллайза будет кулдаун Хроносферы. И если получится нормально инициировать, ну или просто снести тавер, то будет уже неплохо. Так, Лайфстиллер. Добл дамедж есть. Пошел бить Т2. Нажимается. Глиф. И... И все. И Na'Vi отступили. Na'Vi не хотят против этого Лайфстиллера драться, даже несмотря на то, что их могло быть больше в драке. Не, у них нету хрона, у них кулдаун. Это как всегда, типа, ты делаешь соло-килл, да, ты рискуешь тем, что пока против... Точнее, пока у тебя КД Хроносферы там, или какого-либо другого большого ультимейта, в том числе, как и Эклипса, которым убивали Чуваша на топе, Na'Vi рискует тем, что они могут потерять сейчас Кайграунд из-за этого. Да. Это минус Тир-3, это минус Мили Барак, у которого, кстати, дополнительное количество армора, насколько я помню, в этом новом патче. Ну и все, вот, вот, типа, ты кидаешь вот эти вот сроу-ки, будущее Санейка, и что еще можно ответить? Ничего. Все, до свидания, это 27-ая минута, на которой у тебя был снесен Мили Барак, по факту это минус-сторона для Na'Vi, в отсутствие трансферы. Заход на близи. Очень красивый тут залет у нас от Зайца был, вот через блинк внутри него находился сюрприз в виде наива, но в конце концов они не смогли добить Дарсира. Ну, минус-сторона от экрана, это довольно печальная новость для Na'Vi. Да, они, конечно, могут дефить этих крипов, но когда снесена одна сторона, на остальные просто заходить банально проще. И главное, панга сейчас не останавливаться. Вот игра абсолютно в их руках сейчас. Na'Vi эту игру не диктует вообще ни капли. Соответственно, сыграют более пассивно панга, не пойдут, побоятся, постесняются, и их за это накажут, как было в прошлый раз. Сыграют агрессивнее и, скорее всего, ну, видишь, сейчас нужно снова выудить каким-то образом. То есть раунд 2 называется, да? Нам надо снова выудить из противника хроносферу Эклипс. Нам надо снова сделать так, чтобы у Na'Vi не было больших ультимейтов, для того, чтобы просто зайти и снести. И это делается с двумя способами, да? Первое, это просто-напросто подождать, когда противник где-то ошибется. Второе, соответственно, реализовывать Айегис, который все еще есть у Na'Vi. И попытаться именно на него изменяться. Ну, либо забайтить на условного пангольера, опять найти не на кого угодно. Одного героя вон отправить, пушить, и пусть на него влетают с этой хроносферой. Он закончился у нас с Айегис, и сейчас Na'Vi, соответственно, будет ждать второго Рошана. Парни донесут тут тир-2 вышки на топе, потом можно будет заняться тир-2 вышкой на боте. И ждать ошибок, ждать ошибок в Na'Vi. Пойдут ли они сейчас? Есть смок? Есть смок. Вардов рядом не стояло. Да, так оно и есть. И сейчас они видят только одного Na'Vi при заходе. Естественно, пангольерцы вообще ни сном, ни духом, что на них заходят, но понимают то, что походу... А войданец с ними. Да. Вот летец. Войдет ТП. Куда? На тир-2. Окей. Ну и ладно. Ну и отлично. Завязали смок, ничего не добились этим, но задефали тир-2 вышку. Уже позитив для Na'Vi. Тинни у нас... Остался на верхней линии. Смотри, 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 что делает Амулет. Так. Это байт. Только непонятно что, потому что рядом никого нет. Санейка юзает Сентриак. Так. Что вообще? Что происходит? Без хроносферы убьют. Убьют, убьют. Вообще не надо ничего тратиться. Они уже научены горьким опытом, что тратить ничего не стоит. Ну, все, убили. Я не знаю, что здесь сделал Зайц. У меня... Я просто хочу объяснение от профессионалов, потому что я уверен, что... Ну, мне кажется, что он пытался развести на хроносферу. Ну, это единственный вариант, который я вижу. Здесь, надежда на то, что войд там был один. Ну, то есть, войд плюс какой-нибудь саппорт, например. И, типа, мы справимся. Так. Панга. Панга. Гостик у нас внутри него... Находится наив. Забирают они ровное. Отделение у нас ровное. 2 на 2. И залет на Панглера. Гостик. Вот Сайланс. Наив вылетает. Разрешу поймать. Рэвич. И хорошая, хорошая сейчас... Куполина. Вот Кристаллайза убивает одного. Сейчас надо добить еще попытаться Найкса. У Найкса не во что влезть, и поэтому он умрет. Это минус 2. И что самое интересное, что Сайлера тоже здесь могут зацепить. Он прожимает БКБ. Пытается уйти. Но, в конце концов, его должны здесь прикончить. Сайлер хорошо... Точнее, Сема хорошо положил свой спад. Хорошо все положили. Минус. И Кристаллайз. Минус Дарксир. Но все-таки в ответочку Мэджикал оформляет минус 2, наверное. И теперь Тинни остается один. Как раз таки вылез из таверны. И в таверну полезет обратно. Это минус 5. Для Нави это Тим Вайп, и Мэджикал оформляет пипл кило в этом сражении. Чет слишком легко. Ну, когда у ОД, на конец драки, 68 интеллекта дополнительного, это страшно, конечно. Ну вот опять начали не вместе же. То есть изначально не было Тинни. Потом убили Лайфстилера. Потом Вайпера. В общем, всех убивали исключительно по очереди. Массово как-то панга не подрались. И они отдают сейчас все преимущество, которое зарабатывали практически полчаса, буквально за один файт. Причем это даже файтом не назовешь. И опять же, да, все еще не очень понятно, какой был план. Видимо, план был то, что типа мы байтим на Гостика, что они типа юзают вообще все свои спилы. И Гостик как-то пытается выкрутиться при помощи там свэшблоков и так далее. И потом вылезает на Икс и всех кормит. Ну, в смысле, всех хавает и все идеально. Но получилось то, что Лайфстилер как раз таки кормит. Ну, Лифайл, кстати, собирает у нас на Икс. Один из достаточно крутых слотов. И там в самом еще и бафнутых слегонца в рамках 7.21. И три старая минута. Нави вернулись, друзья. Новая эра наступает. И, походу, возможно, мы увидим повторение второй игры, где, напомню, ноу Панга давили, душили. Но, в конце концов, их остановили. И Нави смогли вернуться, потому что лейт потенциал у них был больше. И Панга совершали достаточно немалое количество ошибок в последних тимфайтах. Тинни под Шадоублейдом. Влетает сразу же на блинке против ОД. И ОД имеет серьезные проблемы. Однако он уходит в Астрал импризминг. Кристаллайз ставит Кроносферу вместе с БКБ на двоих оппонентов. Но дэмэджа в эту Хардсферу выдать невозможно. Нави на развороте. Пытается хоть как-то принять своего оппонента на собственном хайграунде. Наив пытается вгрызться хоть во что-нибудь. Говорит, пацаны, ну подставьтесь. Ну, пожалуйста, я хочу жрать людей. Но близи и компания все-таки отходили. Ну, вот теперь есть контратака. Нави пытаются сами инициировать файт. Тинни снова на троих открывается. Хороший прокаст. Вот он, наконец-то, лайфстилер. Но бьет вообще, мне кажется, не ту цель, которую еще и сейвит. Мэджикал. Зачем они спустились? У них нет Хрон, а у них только Эклипс. У Мэджикала есть вакуум на цели. И БКБ! БКБ прожимает сейв в последний момент. Но в конце концов все-таки погибает. Но Эклипс был потрачен. И ОД был потрачен тоже. Он управляет с автавернами. Вейс, байбэк. Минус Гостик. Нет, Гостик все еще продолжает бороться против Вайда. Там дизарм. Неприятно для Вайда. И вот, в конце концов, нужно управляться в таверну. Это есть байбэк и у Кристаллайса, и у Мэджикала. Но они не хотят. Они не хотят выходить из таверны ценой денег и байбэка. Потому что, опять же, да, на ОПНГ нету возможности выйти сразу же на бараке. Потому что тир-два вышки и на топе, и на боте стоят. Но зато есть возможность выйти на Рошана, на которого уже показывает. Все, мои. И прямо сейчас они этого Рошана убьют, естественно. Нави, ну, не сказать, что провалились. Но и победителями их тоже в этом файте не назовешь. Конечно, за счет Рошана, можно сказать, что Панга здесь в плюс для себя сыграли. Дальше будет несколько проще. А что у них, кстати, с байбэками? У них байбэки у кор-героев есть. Двум саппортам не хватает немного денег. И снова, кстати, ситуация, в которой если Нави инициируют сами, то у них все хорошо. А если инициируют на них, то все совсем-совсем не получается. Ну, как совсем-совсем, да? То есть, что они там с этого получают? Но сейчас они потеряли двух коров. И в ту же самую хроносферу демиджа не получилось нести вообще. Ну, там как было? Напали на ОД. ОД зафокусили. Тот себя спрятал. И в эту же секунду прилетает хроносфера. Причем она снова захватывает много вражеских героев. Но пока ОД сидит в своем астрале, никто урона в хроносферу нанести не может. И благо получилось хотя бы Джакира убить быстро Войду. Он там оторвался вообще от драки. И тот, и другой встретились где-то правее. Хоть что-то получилось сделать Войду. Если бы не убил еще и Джакира, ну... Теряли бы просто больше. Ну и вот он Аегис на Найксе. Это то самое время, друзья, ключевое время этой игры. Где Панга имеет все шансы на то, чтобы закрыть свою пользу. Если грамотно воспользуется и сыром, и Аегисом. Потому что, опять же, да, что тебе дает этот сырый Аегис? Здесь против команды Na'Vi он дает тебе очень-очень много. Из-за того, что у Na'Vi большие кулдауны. Двух больших ультимейтов. И если эти кулдауны будут использованы на то, чтобы выбить просто Аегис, то в таком случае шансов на хорошую драку у Na'Vi практически нет. Тем временем, инициатива снова-снова может быть от Кристаллайза. Хотя нет, кажется, что он пошел крипов фармить. Да, пришел. И Блинк сразу же от Гостика внутри ультимейта сносит. Подстанивает он и Кристаллайза, и Чуваша. Зайц не может угнаться своими оппонентами. Не решает то, что эта погоня бессмысленна. Лучше все-таки пойти просто-напросто сносить ТВРа. Ну и да. Т2-вышку нужно сносить как можно. Быстрее, потому что... Ну, уже показала практика. Ты заходишь по миду, выигрываешь драку, ни наверх, ни вниз пойти не можешь. И прямо сейчас, возможно, драка будет еще до того, как панга подойдут к Т2-вышке. Войт. Внимает удобную позицию чуть выше. Готовый прыгать. Очень далеко пангольер. Ну, Тиня здесь. Только Тиня у нас, да, у нас передовозник с Тилером вместе. Да, да, да. Там тем временем ждут они просто, когда прилетит пангольеру с колбашера, и он прилетел. И вот эта страшная штука, как вы знаете, со свошем очень-очень жестко залетает. И позиционка пока у Нави очень-очень неплохая. Вопрос именно в том, как ей воспользоваться. И в том, что панга, сами видите, просто сидят в лесах. Если был бы здесь, например, вард в лесу, который ставится на вот этот глазик, было бы очень-очень неплохо. Ну, и Нави решает, что Т2-вышка это не их треникатива, что Т2-вышка это скучно. Деф Т2-бессмысленно. Фортификейшн они используют для того, чтобы за деф идти... Что? Чего? Ладно, хорошо. Вот, форта будет быстрее, как минимум, кулдаунится. Раньше, точнее, в то время пошли парни на шрайн. Шрайн тоже добивается. Просто обычно, мне кажется, фортификейшн ждут и используют уже только на хайграунде, не так ли? Ну, в основном, да. Как правило, так и происходит. Просто я не очень понял, зачем это было использовать. Но, видимо, опять же, да, есть какой-то план у Нави. Мы не знаем, что у них там творится. Так, кул на Дарксир, на минус ДС. Они сейчас попробуют опять иницировать из-под вот этого. То есть они потеряют ДС, короче, и они снова пытаются иницировать. Потому что Войт мог бы уже уйти тысячу раз, но он решил... И Войта так же ловят. Тот включает БКБ, уходит. Ну, на самом деле, его можно гнать. На БКБ уже развели. Это уже огромный плюс. Да, байбэка у него нету. Байбэка у него нету, потому что он потратил деньги. И у нас также нету байбэка у Близи и у Санейка. И, соответственно, 47 секунд без Дарксира. Был уверен Близи в том, что противник находится на боте. В том, что он там убил Тауэр и пошел где-то фармить. Но вместо этого парня и Сноупанга все-таки смогли зацепить фиолетового деда. А Мэджикл, кстати, уже с Хиксой. И сейчас будет Шива, и денег у него на байбэк не будет. Но артефакты крайне полезные, особенно для инициации. 20 секунд до появления Дарксира. У Нави есть абсолютно все. Но Панга выходят вообще в смоках. Войда не поймают, тот ушел на хайграунд. ОД также улетает. Ну, за Санейка нет смысла так просто бежать. Напряженная такая ситуация. Нави в случае ошибки, скорее всего, серию проиграют. И рисковать, естественно, не хотят. Но зажаты на базе. Как мы знаем по предыдущей игре, если Панга ошибутся, они тоже могут совершенно спокойно залить игру. Но опять же, посмотрим, что было делать здесь с Нави. Напомню, что по байбэкам все не так хорошо у коллектива Санейка. Так, Дарксир пошел на топ. Отпушить дальше. Здесь главное, чтобы его никто не смог найти. Да, тяжелая ситуация. Крайне тяжелая. Но при этом всем Панга надо торопиться. Саегис скоро закончится. И, походу, они не реализуют его, да? Наив все-таки уходит отсюда из леса. Зачем в лес, в собственный, начинает фармить. Они решили экономическую войну выиграть. Да, вот он заканчивает Саегис. Все, до свидания. Да. Интересно. Разница с этой картой заключается в том, что там Лайфстиллер был, ну, чересчур жестко закрыт в лейте. И Нейчерс Профит, как медовый персонаж, как сильный кор, себя не проявил. Он проявил себя как кушер, но чтобы он убивал, кого-то такого не было. Вайпер таким похвастаться может. И такой серьезной конры против Лайфстиллера нет. Да, это войт с хроносферой, безусловно. Сколько таких хроносфер он уже получал? Много. И если он успевает поражать рейдж, то он не так сильно боится ОД. Хроносфера рано или поздно закончится. В общем-то, это более комфортная игра для Лайфстиллера. И здесь не Фуриона, а Вайпер. Но тут еще момент в том, что Вайпер, молодец, зафармил себе Мидас. Да, Хикса полетел на тине. Но тут минус саппорт. Ничего страшного особо от него нет. Так вот, что касается, соответственно, Вайпера. Если бы он не зафармил бы себе Мидас, в таком случае у него не было бы такое количество хор-артефактов, которые у него есть. Да, потому что мы очень часто видим, как Вайпер проседает по фарму. Особенно раньше, со старыми сплами. Это вообще было жестко. Он реально, ну, тупо стагноцировал, если его команда не убивала и он не давил. В случае, Гостик тоже нафармит себе тот же самый Эбисол Блейд. Как только он у него появится, то у Нави будут серьезные проблемы. Потому что Эбисол будет пробивать те самые БКБ, которые есть у УД и у Кристаллайза. Тем временем, заход у нас на Мидл. Здесь, в Инвизе, находится Найкс. О нем никто ни сном ни духом. Хотя, по-моему, у кого-то был гем. У меня есть серьезное позрение по этому поводу. Ну, дасты есть, да, и гем у нас у Близи. Соответственно, если под Близи кто-то из Инвизов подойдет, то его будет сразу же видно. У Вайпера и 25 левел скоро. Там очень интересный талант есть. Справа. Будет любопытно посмотреть на это в действии. Так, ну что, появляется Тинни через пару секунд. Рошан появится чуть позже. Вопрос, будут ли его ждать. Панга же не станут. Сыр у них есть до сих пор. Сыр они не тратили. Можно попробовать дождаться Рошана. Либо Драку там выиграть, либо... Ну, вообще беспрепятственно его забрать. Таким образом, у них будет два сыра. Либо же... Ну да, вот они смогу прожимают. С другой стороны, на Рошане не очень хочется драться против Войда. Там Хроносфера серьезно может зарешать. Я просто жду, знаешь, вот этого классического финала СНГ Дота. Что, типа, пацаны Трайхарди. Трайхарди собирает крутые артефакты, действует налево-направо. Все у них нормально. А потом просто какая-то совершенно одна непонятная Хрона. Или там какой-нибудь Эклипс. Или какая-нибудь инициация уже от Новопанга. И все идет к чертям. Так, влет у нас на Сейлера. Тут прожимает БКБ и Кристаллайз сам прожимает БКБ. Пытается кого-то зафокусить. У него пока не получается Заяц. Вместе с Наивом на другом конце экрана пытаются справиться с ОД. Он полностью отрезан здесь от Хроносферы, которую поставил Кристаллайз. Потому что демиджи в нее нести просто невозможно. Однако Эклипс наносит достаточно много дамаги. Уносит Наива в таверну. Тут Байбэка практически сразу Гостик фокусит. У нас Вайда вместе с Эвспиритом Чуваш пытается уйти. У него получается улететь. Но он получает последнюю тучку уже укатившись и погибает. Итого ромен саппорта на Кора. И это удачный файт для Na'Vi. Но проблема лишь в том, что продолжение это намного веселее для Новопанга. Потому что они не так зависят от больших кулдаунов, которые есть у Na'Vi. И они сейчас будут пользоваться тем, что ни Хроносфера, ни Эклипса в следующем тимфайте не будет. Если они его инициируют прямо сейчас. Ну я думаю нужно. У них все герои живы. У них... А чего у них нет? У ультимейт Пангальера через 5 секунд. У Джекира через 15. То есть вот уже сейчас у Na'Vi нет ничего. У них есть ультимейт Гримстро, которого явно не хватит. Который в этой игре замедление дает. В основном. Так, Na'Vi заходит на ХГ. Портификейшн. Ну и что дальше-то? Что дальше делать? У Панга, кстати, имеется ультимативная способность. Может он в любой момент вкатится в кого угодно прямо с блинка. И Na'Vi это прекрасно понимают. Они понимают то, что здесь нужно влетать. Хек, сразу же массовый дэмэдж. Вайфсиллера туда же стенка стяжка. Пошел дамаг сверху от Гостика. Прокатывается он по ОД. И походу у Мэджикала серьезные здесь проблемы. Его могут зафокусить. Что касается Вайда, ему нель где спрятаться. Однако он нажимает тайм-влог и уходит. Но ОД вышел из собственного импризмента и его сразу же забирают. Благо байбэк у него имеется. И нужно, возможно, его прямо сейчас использовать для того, чтобы защитить бараки. Но Пангальеры все-таки сами отходят, понимая то, что... Можно отступить и убить Рошана. Они хотят давить просто. Потому что понимаете, что скоро Хрона. Да, вот через 6 секунд будет Хрона. И если ОД выкупится, то будет очень-очень опасно. Вот весь этот заход не будет иметь смысла, если они до Рошана не дойдут. Ну, естественно, что он им дал? Они байбэк не выбили, они просто убили ОД и на этом все. То есть, если прямо сейчас они убивают Рошана, то тогда в этом был смысл. Они либо выбивают байбэк с ОД, который для того, чтобы подраться за Рошана выкупится, либо же просто без помех его заберут. Если Нави попробуют вчетвером выиграть эту драку, то чистим их вала, как говорится. Потому что будет тяжело. Ну, однако, вот прямо сейчас прыгни. Поставь Хроносферу на троих. Очень хотят. Очень хотят. Очень хотят, и при этом не хотят байбэкать, соответственно, Мэджикала. Так, Эбитол Блэйд, Дарксиро. Ну, он успел поставить стенку. Внутрь он поставил стенку. Тем временем, улет он с ОД спирита пытается Чуваш где инициировать. И Дарксир. Дарксир летает на ветрах. Близи. Форс Став хороший от его тиммейтов. Да, от Санейка. Он подсейл с его друга. Но проблема вся в том, что Рошана осталось совсем-совсем мало. Его сейчас донесут. Игроки Нопанга заберут Айгис и все остальное. Хроносфера будет ли или нет? Нет, он получает, наверное, стан от смеш, баклот и всего остального. И здесь очень-очень больно кристаллайзу. Он пытается просто уйти с БКБ. Но самая главная проблема, что он не только потратил БКБ и ничего не сделал в этом тимфайте. Но еще и поставил Хроносферу. И теперь она в кулдауне. А у противника все еще имеется Айгис и сыр. Ну, у Войда слишком мало урона, чтобы в одиночку выиграть. У него две сотни урона. То есть, дамажащих артефактов у него, ну, Дефюжел Блейд. Да, к ним как-то отнесем. И на этом все. У него 4000 никуда не вложенных. Естественно, часть денег уходит на байбэк. Но этого слишком мало. У него есть рефрешер Шард. Вот что он еще здесь. А, с полезным, он прыгнул, лукал, да, Шард. И с Шардом сможет Хроносферу в любом случае в следующей драке дать. Ну, вот опять он прыгает. Что у нас в этот момент произошло? У нас Вайпер нажимает Блокинг Бар. Лайфстиллер включает Рейдж. Все, магический урон никто не несет. У Войда, как уже отмечается, нет физики в большом количестве. Там 34 армора у Лайфстиллера. У Вайпера 32 армора. Вообще не чувствует. Да. Так и есть. Ну что ж, Дарксир. 24 секунды у него. У Байбэку. Хочет, конечно, выйти из таверны близи. Выкупаться ему явно не стоит. Там 15 секунд. Ну и заход от Наива на бараки на ботомные. У Нави еще, напомню, имеются топовые. Поэтому мег крипов от этого Ноупанга не получит. Ну и... Солбайнд. Рейдж снова от Лайфстиллера. И неважно, в принципе, можно отступить. Ничего страшного. Милишный барак забрали. Это самое главное. Это самый важный барак здесь. Кстати, БК у нас появляется на Фспирите. А именно на Чуваше. Интересное решение. На Фспирите давно мы не видели подобных артефактов. В конце концов, вводу барак. Обычной денег хватает. Ну, на четверке-то деньги плюс-минус есть. Просто обычно собираются артефакты, которые помогут им файти. Тем временем... Ну и БКБ тоже к ним относится. Но обычно атакующие форматы. Аков Спирит. Сайн Шелон. Попытка все-таки инициировать от Нави. Они хотят это сделать или нет? Нет. Ну, хроносфера есть. Есть Эклипс. Есть все, кроме Солбайнда. Солбайнд через 10 секунд. А что это не проблема? Ух. Да, крепкая игра, конечно. Я ничего не понимаю. Ну, хроносферы будет две вообще. Потому что, родная-то уже откатилась. Шард по-прежнему есть. И за две хроносферы, если никто не берется до Мэджикала, если никто не выключит его, можно от дэдом такой дэмэдж выписать. Так в этом вся идея. Что постоянно Тинни, внутри него инфеста, он постоянно блинкается или там выходит Шадо Блэйда именно в Мэджикала. Потому что понимает, что это единственный импут дэмэджа в хроносферу от Нави. И они делают громадную работу. Точнее, конкретно Заяц делает громадную работу по вопросу позиционки. По вопросу того, чтобы постоянно зонить ОД. Которому тупо приходится спасаться при помощи либо Астралом Призмента на себя, либо куда-то убегать под БКБ и так далее. Вот он в лед. Теперь уже фокусит Пангольера. Тем временем у нас Заяц вместе с Наивом пытается отфокусить Санейка. У него получается БКБ от всех игроков Нави. Но это не особо их спасает. Стенка стяжка, хроносфера. Еще одна от Кристаллайза. И ее уже, возможно, парни из Нового Пангольера не ждали. Сумасшедший дэмэдж. Влетает у нас Мэджикала. Тот отправляется в таверну. Кристаллайз пытается уйти. Есть байбэк от Нави. Точнее, от мидера команды Нави. Но вся проблема лишь в том, что нету больше больших ультов. Больше нет ни хроносферы, ни соответственной Эклипса. Вообще ни одного ульта. Да. То есть, потратив все, если так посмотреть, что прожимали Нави, они прожали абсолютно все. То есть, там было две хроносферы, там был Эклипс, там была Стенка. Вообще все абсолютно способности прожали. Благодаря этому убили Джекира. И знаешь, кто больше всего дэмэдж нанес? Earth Spirit. Да. 2857. Ну вот он дэмэдж. Ну вот, опять у Дэнни бил. Вот, в принципе, и все. У Дэнни бьет, урона нет, к сожалению. Дарксир. Ну, понятно от него урона. В принципе, быть не должно. Гримстроук первым погиб. Ну да, там его жестко сразу забрали. Так. И вопрос другой. Че делать Нави? У них нет крансфера, нет Эклипса. Наив просто начинает уничтожать Тавр. Пошел заход. Все-таки подсоул Вайн. И пытается зафокусить Найкса. А тот проседает и половина КП. Но у него все еще есть Аигис. Его даже первый раз не убили в предыдущем тимфайте. Кристаллайз прижимает БКБ. Получает на себя Суржи. Фокусит Наива. Но тут вопрос только в том, что они могут друга даже не бить. Они не особо. Честно говоря, друг друга пробивают здесь. Но Кристаллайз получает подстанчик от Гостика. Туда же прилетает контроль. Мэджикл подсейвил своего тиммейта при помощи импризмента. Дается хекс на лайфстилера. Возможно, первый раз его удастся убить. Но нет. Наив отказывается умирать. Прилетает Своржбакл от Гостика. Станы-перестаны. И это до свидания в Войт. Он пытается выйти обратно. Есть 20 секунд до Хорносферы. И 55 до Эклипса на Аутволл Девауре. Минус бараки. Минус бараки. Мег-крипы. До свидания, друзья. Но Панголеры, судя по всему, выйдут в сетку Венеров. Напомню, что там они встретятся против Виртуз Про. Что, в общем и целом, конечно, не так уж позитивно. Но лишний опыт. Да и кроме этого, но у Панга, напомним, обыгрывали. Будет интересно. Знаешь, почему этот матч посмотреть? Давай, допустим, сначала этот... Нормально, если дэмэдж. Нужен дэмэдж, но ИУ на ОД тот не прожал БКБ, потому что оно было в этот момент у него в кулдауне. У Мэджикла буквально одна секунда до кулдауна БКБ в этот момент была. И поэтому Заяц просто-напросто взял и не дал ему ничего сделать по вопросу засовывания дэмэджа внутрь хроносферы. За предыдущий файт на Т3, на третьей стороне, вернее, ОД я считал нанес 5 ударов. За этот файт 2, почти 3. Это не претензия к Мэджикл, ни в коем случае. Это, в первую очередь, способ похвалить команду Панга, который знает прекрасно, вообще, на кого нужно работать, против кого нужно работать в первую очередь, и кто не должен наносить урон. Вайпер, к тому же, на 25-м левеле взял свой талант на улучшение второй способности, то есть Сайленс, который в АУЕ кидается, соответственно, ну, ОД, если там стоит без блокинг-бара, то ничего он сделать не может. Блестящая просто игра от Панга. Вот один раз они где-то, наверное, своих фанатов заставили засомневаться, когда Na'Vi порядка 6 тысяч отыграли, испушили Т2 сверху, и после этого больше ни разу. Да, друзья. Ну что ж, интересно будет посмотреть следующую встречу Панга против Na'Vi уже завтра, именно потому что Панга обыгрывали Na'Vi, господи, ВП в рамках предыдущих квал, и кто знает, что тут в этот раз произойдет. Но что касается Na'Vi в удаче МСетки лозеров, достаточно достойная игра с точки зрения понимания того, как должны работать их драфты. Но Панга, Панга, конечно, все сделали максимально для того, чтобы дэмоджа в этой хроносфере не было. Сегодня с вами были Кристал Мэй вместе с Марталисом. Я, опять же, очень-очень давно не комментировал Доту, я не знаю, уже месяца 3-4-5, поэтому прошу прощения. Если где-то я ошибался, опять же, всем спасибо, что вы были с нами. Надеюсь, Дота была сочная и интересная. А мы с вами отправляемся, наконец-таки, на отдых. Пол-12 по московскому времени. 4 БО-3 закончились. Напомню, что вы можете переходить на канал. Я сейчас, наверное, поставлю какой-то рехост на каналы, на которых будет у нас проходить, соответственно, Южная Америка. Там должно быть не то чтобы, конечно, суперинтересно, но достаточно любопытно.